Я с вами, наверное, всегда буду здороваться тут, как выхожу всегда с работы. Сейчас, представляете, уже почти выходить в ресторане. Вот у них там ресторан у нас есть. Она мне бежит, ты меня не можешь подстричь. Я говорю, давай. А кранцалый, я говорю, завтра мой муж прибежит. Я говорю, бежим, бегите, бегите. Так что вот, я тут обслуживаю всех. В барах, все бары, рестораны, это лучше, это хорошо. И вот я у нее спросила, говорю, есть что клиенты с клиентами, что? Ну, говорит, слабовато, но, говорит, начинают приезжать французы. Говорит, обслуживаешься, говорит, и страшно. Ну, надо, говорит, к этому привыкать, а как иначе? Так вот, я говорю, и работать хочется, и страшно. Да. Ветерок сегодня такой классный. Сейчас поеду, какая-то красота, в Алькампу. Не очень охота, но, блин, тапок дома нету. Почему в Алькампу? Там мне нравятся вот эти вот тапки. Я всегда одни и те же покупаю. И вот они мне на лето вообще прям не очень нравятся. Поэтому всегда их покупаю. И вот они там продаются. И все, что-нибудь... Ну, конечно, это куда-то поехало, туда нельзя. Вообще-то туда нельзя. Оттуда люди выезжают, они заезжают. Странный. Сейчас кого-нибудь встретят. Ладно. Это его проблемы. Ну, как говорю, как в магазин, как всегда заходишь, за одной вещью выходишь с двумя сумками. Надеюсь, это не мой случай будет. А там посмотрим. Сегодня ветерок такой прохладный. Может быть даже на море шторм. Потому что у нас, когда ветер, всегда означает, что шторм. Так, я уже в Алькан посла. Тут все для лета, для пляжа. Мне нужны тапки у нас. А где тапки-то? А, вот там подальше. Какие хорошие тоже по горам лазят. Дверь 13 евро всего. Вот, я люблю вот такие тапки. Хорошо они такие дорогие. Я обычно всегда за 2 евро покупаю, за евро. А, тут 5. Такую фигню. 5 евро. О, 4. Эти, кстати, тоже неплохие. 5 евро. И продержатся, наверное, дольше. Со скидкой. Были 8, стали 5. Мне главное, чтобы подошва была не резиновая. Чтобы эта нога как бы, не знаю, дышала. Вот эти, наверное, возьму. Так, а размер? Размерю на 100 к 38, что ли. Мне 38 мало. Мне 38 мало. Ну вот. Вот, смотрите. 4 евро черные. А цветастые 5 на рубль дороже. Как так? Почему? А пойдемте посмотрим обычные домашние тапки. Может быть, там домашних что-нибудь будет интересное. Вот эти вот одноразовые. Они даже еще одноразовые, чем те. В этих жарко. Видите? В этих вот обычных жарко. Тут ничего такого летних нету. Нету. Это я. Это я. Это я. Это детская. Да. А вот что тут такое? Нет. Пойду лучше другие возьму. Смотрите, как красиво. Оливковое масло оформлено. Сколько авокадо? По 3 евро. Совсем дешево. Ой, манго. Откуда? Откуда манго? Из весы. Сенегал. Нет, будем ждать наш. Испанское. Совсем немножко осталось. Приветочки. Ко мне грузовик, говорит, арбузов. Хочу фарш взять. Фарш. Ну вот, начинается, да? Хочу это, хочу то. Потому что кое-что хочу приготовить. Так, а где у нас фарш? Ну там. Фарш. Фарш, фарш. Так. Я люблю свиноговяжий. Микста. Максим. Микста. Серби вакуума. Ай. А что я сразу? Надо посмотреть. 700 грамм. Вакуум. Вакуума это этот. Теленок. Теленок. Микста. Вот это, по-моему. Неплохой. Свиноговяжий. Разные у нас. Вкусняшки. Гамбургеры. Сарделечки разные. Цены вот такие. Это вот уже готовая продукция. Вот эту вот я колбаску покупаю всегда. Она у нас евро 99. А тут уже вот на барбекю. Все, что хотите. Косточки. Взял, купил. И пошел, делал. Все. Видите, вот на барбекю. Целый набор. Классно. И удобно. Смотрите, у нас тут маски продаются. Давно не было. Причем они непонятны. Но они обычные. Гигиенические. Так, ладно. Я закупилась. Пошла. Сейчас покажу, что купила. Не только тапки, как всегда. Я пришла домой. На обед у меня будет. Сейчас макароны отварю. Вот что купила. Вот этот вот. Чисткейк. С клубникой. Хотите цены, скажу сейчас. Скажу. Так. Евро 99. Здесь 4 штуки. Панакотта. Ну, это тоже чизкейк. Только с малиной. Одной тоже. Здесь 2 штуки. Рубль 69. Вот такой вот огурчики. Маленькие такие хорошенькие. Ого, какие они дорогие. Почти 2 евро. Хочу вот с хумусом покушать. На ужин. Хумус с красной свеклой. Меня прям заинтересовал. Он у нас евро 79. Такую вот морковку взяла к нему. Тоже к хумусу. Евро 19. Она такая вот с ботвой. Ну, и 4,49. Вот такой вот 800 грамм фарша. Пирожки хочу. Даже не пирожки, а беляши, что ли, наверное. Да? Беляши будут. Хочу хумус попробовать. Так. Пойду макароны засыплю. Сейчас попробую. Слышите, как у меня с голове розетта? Как это сказать-то? Ой, сегодня концерт устраивала. Чарли мой пел моим клиентам. Они были в шоке. Они говорят, как так? Я говорю, вот так. Вот так. Сейчас салат еще сделаю из вот этих огурцов. Даже жалко, блин, за 2 евро. Там цены не было. За 2 евро я бы с торт не взяла бы. Ну, хочу хумус попробовать. Вкусный. Я вообще люблю и нут. Вот. И красную свеклу тоже люблю. А есть буду макароны. Сейчас покажу. Так, надо все это спрятать в холодильник. В общем, буду разбираться. Отключусь на минуточку. И сейчас включусь. Вот такой у меня обед. Иногда хочется простенько, но со вкусом. Без всяких там, без этих, как это, кулинарных шедевров. Макароны с сыром. И салат с йогуртом. Гриего. И все. Всем приятного аппетита. До вертолета летит, колеса сдутые. Мы под вентилятором. Вы знаете, как-то в 3-4 часа было даже прохладненько. Вообще так прям прохладно. А потом в 6 резко такая жара наступила, что мы включили вентилятор. Но я все равно попила чай. И включила сериал La Casa de Papel. Бумажный дом. Я видела, он шел по испанскому телевидению. Но я телевизор вообще редко включаю. Точнее, вообще не включаю. И, в общем-то, наплевала на него. А сейчас, куда не посмотрю, все его смотрят этот сериал. Вернее, уже все его посмотрели. Вот. Я думаю, ну, пришло и, наверное, мое время. Вот. И вот что-то я листала, листала туда-сюда. И думаю, дай-ка я посмотрю этот сериал. Говорят, очень хороший. Вот. И еще читала комментарии. Смотрите, кого я тут сделала себе на заставке. В общем, какие я книги читаю и слушаю. На работе я читаю книги. Вот. Сейчас покажу приложение. Так, где же оно? Вот так всегда. Вот. Вот это приложение. Видите? И читаю. У меня сейчас понесло на, знаете, что? На любовную фэнтези. Любовную фантастику. Читаю Пападанка и Король. Я вот ее только начала читать. Так, вылазь, вылазь. Этри-ли-ли-ли. Ну, в общем, да, там где-то, где-то она есть. Вот Пападанка и Король. 12% всего прочитала. Вот как-то на любовной фэнтези. А слушаю книги. Это когда я хожу с Чарли гулять или еще что-то. Значит, это у меня предложение. Приложение. Вот простое. Аудиокниги. Тоже фэнтези читаю. Представляете? Вот. Ага. И тоже Пападанка. Пападанки в Элгаре. Тоже 12%. Блин. Но это разные книги. Я тоже начала. Я их как-то и читаю и слушаю одновременно. Ну, понесло меня на вот эти Пападанки. Это, знаете, типа из настоящего в прошлое. Или в выдуманный мир. Или что-то такое. В общем, попали они. Круто ты попал на Тиви. Не знаю. Не хочу никакие детективы. Вот летом. Не знаю. Может быть, поэтому никакие детективы. Там вообще не очень детективы. Ни кино не люблю. Не люблю не читать. Вот. Я люблю читать по настроению. Знаете? Вот. Вот сейчас меня понесло вот почему-то на это вот. Потому что выбирала, выбирала. Романы там смотреть начала. Думаю, ну не тянет меня на это все. Ну, оно вот такое вот почитать, чтобы, знаете, почитал и забыл. Чтобы не парить мозги. Чтобы не грузиться. Такие вот легкие. Потому что, знаете, я как гуляю. Я гуляю и слушаю, типа, книгу. Слушаю. А сама у меня понимаю, что мысли где-то вообще далеко от этой книги. Я вообще о чем-то другом думаю. И потом, когда начинаю опять слушать, ничего такого особенного не произошло, чтобы, вот, знаете, сюжет не ушел. И все дальше понятно. А если ты слушаешь или читаешь детектив, то там нужно прислушиваться, входить, вникать в книгу. Так у меня не получается. Потому что в голове мозгов очень много. В голове мозгов. В мозгах думки очень много. Мыслей разных. Вот. Они там у меня сидят, копошатся. Потом вылазят. Там начинают меня заставлять думать. Вот. И вот такие вот дела. Поэтому включаю что-то. А на работе вообще. Книгу читаешь, читаешь. Там одну страницу прочитал. Батк. Клиент пришел. Там, может быть, я уже на следующий день ее начну читать заново. А вообще уже и забуду, про что это идет речь. Вот. Ну, вот как-то так. Вот. Вам немного рассказала. Так что вот так вот. Да, Чарли, ну, смотрите, со своей игрушкой. Я опять погладила кое-что. Такая стала. Что-то мне вот в голову вбрело. Чуть и мой не поет. Ему жарко. Я ему поставила, кстати, бассейн. Мне кажется, он там искупался. Я хожу опять в трюселях. Ну, в майке. Ну, вот. Ну, так. Как-то так. Ты искупался? Нет, он не искупался. Потому что, когда купается, там видно капли везде. А что ты не купаешься? Я тебе ванну сделала. Душ принял. Чтобы ты не хочешь, что ли? Чуть. Купайся, говорю. Так вот. Сейчас уже гулять пойду. Время уже, в принципе, восьмой час. И нам уже скоро гулять. Я в восемь выхожу из дома. Там, чтобы погулять. Все по времени, все по режиму. А как? Куда деваться? Стоит, ждет. Чтобы я ему игрушку кинула. Да, ладно. Буду начинать смотреть фильм. Сериал. Если смотрели, пишите, как вам этот сериал. Бумажный дом. Не знаю. Все пишут. Говорят, офигенный. Ну, посмотрим. Собрала все сумки. Черный был. Думаю, потерял. Машину надо положить. Она мне тут рядышком. И маску заберу. Потому что... Ой, все-таки, все-таки сейчас мандекнется. Через город пойду. А там нужно в маске. Народу много. Через город. Я вчера, или куда позавчера, забыла. Что? Забыла маску. И шла. И людей шарахалось. У нас, если не возможно соблюсти дистанцию двухметровую, то обязала носить маски. То есть, где нет людей, можно спокойно идти. Вот, например, здесь пустая улица. А там мне нужно такую улицу пройти, центральную. Там кафешки, и бар, и банк. Я даже сегодня оделась не по... Ну, так, по-спортивному. Но не особо по-спортивному. Вот. Думаю, как-то даже неудобно по городу в спортивном гулять. Если там в горы пойду, то да, надену спортивные шорты. А тут как-то... В общем, в поля иду. А в поля идти, в общем, через город. Ну, не особо в поля прогуляюсь. Сейчас хорошо, прохладненько стало. Ну, относительно прохладненько. Ладно, пойдем мы. Сейчас сижу, в общем, в телефоне ковыряюсь. Приходит мне ватсап, представляете? Значит, приходит... И пишет. Значит, мне пишет. Привет, ты кто? Я такая, нормально. Мне же пишет. Еще и спрашивает, кто я. Я как-то, знаете, думаю... Ладно бы я бы... Я думаю, может, я что, кому написала или что. Ну, у меня разные номера бывают, что пишут такие эти, ну, незнакомые клиенты бывают или еще что-то новое, да. А тут мне так-то, я смотрю, вроде я с этим человеком не общалась. Ну, я пишу такая, говорю. И ты? Он мне, значит, пишет. И ты опять? А, и потом мне пишет. Я ребенок. Вот тут он пишет, значит. Но он удалил эту смс-ку, пишет. Я ребенок. Я говорю, а ребенок, говорю, откуда знаешь мой номер телефона? Говорит, на парикмахерской написано. Я говорю, а тогда зачем спрашиваешь, кто я? Он такой пишет. А ты знаешь, я тебя могу заблокировать. Я говорю, иди домой, иди спи, говорю. Тебе уже пора спать. И сама его заблокировала. Ой, не могу. А еще вот смотрю сейчас одного влогера из Кореи. Вот. И, знаете, из Китая, из Японии смотрю. И вот там все поголовно ходят в масках, да. И никто не возмущается. Никто там, ну, ходит и ходит. В Китае вообще, по-моему, в этих масках ходят. Я говорю, сколько их знаю, они все время в этих масках ходят. В Корее ходят. Тут ни разу я не слышала, что вот эти маски меня задолбали. Там дышать не могу, то не могу. Никто не возмущается. Там у них и с вирусом нормальная ситуация, да. Все ходят. И ничего, как бы, ну, одеваем же мы лифчики, трусы. Иногда тоже мешают, но мы все это носим, да. И не говорим, вот, блин, там лифчик снять бы и ходить вот этими титями туда-сюда мотать. Вот мы почему-то, вот, Россия, Испания, Италия, все, все вот просто почему-то сопротивляются. Все почему-то вот не хотят эти маски надевать. Все как-то вот ищут информацию, что они вредные. Хотя врачи работают по 8 часов всю жизнь и ничего, и нормально в этих масках. И никто не умер, нет каких-то болезней, которые передают эти маски. Все вот, 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 не принимаем как-то вот эти вот маски, не хотим носить. Вот не будем почему-то вот, хотя, если подумать головой, это же для нашего здоровья. Это же, я не знаю, не знаю, почему до людей не доходит. Это же, ну, я не знаю, это наше здоровье. Нужно думать о нем. А мне же у нас вот как-то вот сопротивление какое-то идет. Не хотим надевать, не хотим носить. И я вот думаю, почему вот китайцы, корейцы, японцы, вот, они не возмущаются на деле и пошли. Для них как бы это нормально. Для нас же, для европейцев, нет, мы должны это от себя вот отстранить. Это нам не надо. Почему бы просто не принять это задолженное. И вот я, например, да, я приняла, и все, мне спокойно, мне нормально. У меня этих масок разного вида. В одной дышится легче, в другой тяжелее. Там в магазин иду с фильтром надеваю, там по улице иду, другие там надеваю. И все, и нормально, и я не парюсь, не, как говорится, не накручиваю себя, что вот маски на меня надели. Я просто иду и наслаждаюсь жизнью в маске, не боясь, что меня кто-то заразит, или я кого-то заражу. Или, знаете, что кто-то на меня косо посмотрит, что я без маски. Я надела и пошла. Жарко? Да, жарко, а мне и в платье жарко. Что же мне теперь его снять и идти голой по улице, потому что вот мне мешает это платье. Я не хочу его надевать или без трусов по улице, может быть, ходить. Я вот так вот воспринимаю. Не знаю, почему наши люди такие вот, как говорится, это ради вашего здоровья, ради нашего. Ну нет, мы будем это отталкивать, мы этого не хотим. А не просто принять, как говорится, и получить удовольствие. Вот, я всё сказала. Ну этот мальчик мне сделал вечер. Говорит, ты кто? Я говорю, нормально. Он мне пишет, ещё и спрашивает, ты кто? Ой, блин. Так что вот такие вот у нас пироги. В общем, я включилась попрощаться. Кстати, не рассказала, сегодня так хорошо погуляла. В том плане, что всю дорогу болтала с сестрой. Как здорово, что сделали вот эти всякие интернеты мобильные, ещё что-то. Так просто взял, позвонил, пообщался. Вообще классно. Помню, когда только приехала, такой возможности вообще не было. Вот. А сейчас вообще классно. Ну всё, буду с вами прощаться до завтра. Всего самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok